Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонора, гид в Праге. Я нахожусь в местечке Тшебенице, в музее чешского граната. Музей чешского граната расположен в здании бывшей лютеранской церкви, построенной в 1909 году местными немцами. Экспозиция рассказывает об истории местного края, а также как развивалась добыча и обработка чешского граната. Вот так выглядит порода с вкраплениями драгоценного камня. Потом ее дробят и на специальных столах с нижним освещением отбирают кристаллы. Чешский гранат или пироп входит в группу драгоценных камней, в отличие, например, от альмандина, который относится к полудрагоценным камням. Зерна чешского граната бывают сравнительно небольшого размера, от 2 до 8 мм. Они отличаются кроваво-красным цветом и устойчивостью к воздействию кислот и высоких температур. У настоящего граната своя уникальная огранка. Обработанный камень имеет 56 граней, 24 снизу и 32 в верхней части. Это возможно благодаря тому, что этот вид граната выдерживает высокие температуры при обработке. Добывать гранат в Чехии или тогдашней богимии начали еще в древности. В Средневековье им украшали церковную утварь. В XVIII веке императрица Мария Терезия очень любила украшения из чешских гранатов и всячески поддерживала развитие ювелирного дела. И чешские мастера добились большого искусства в обработке гранатов, что дало новый виток моде на украшения. Например, на Венском конгрессе 1815 года по случаю победы над Наполеоном жены русских делегатов щеголяли в украшениях с чешскими гранатами. В 1910 году гранатовый браслет даже стал символом любви одноименного произведения Куприна. Здесь же на выставке можно полюбоваться коллекцией современных и исторических украшений из чешского граната. В том числе копии комплекта украшений Ульрики фон Левецов, последней любви знаменитого немецкого поэта Гёте. Этот комплект украшений был подарен Ульрике ее матерью. Украшение было изготовлено в первой половине XIX века из чешского граната, который с XVI века находили в окрестностях Чебеницы, и где баронесса прожила значительную часть своей жизни. Детство же Ульрики прошло в Лейпциге, затем она получила образование в пенсионе для молодых девиц в Страсбурге. По окончании учебы она приехала в Чехию в Марианские лазни, где жили ее матушка и отчим. В 1821 году в Марианских лазнях юная Ульрика познакомится с Аганом Вольфгангом Гёте. Ей на тот момент было 17 лет, а Гёте – 72. Они долго разговаривали о литературе, жизни и искусстве. Примерно два года спустя, в 1823 году, Гёте будет просить Ульрику выйти за него замуж. Она вежливо даст понять, что не готова к браку. Ульрика прожила почти всю свою жизнь в Чехии, и в Марианских лазни она переедет сюда, в местечко Чебеницы. Станет основательницей школы для обездоленных девочек и будет обучать их рукоделию. Умерла Ульрика в возрасте 95 лет, завещав сжечь после ее смерти все письма Гёте. Пепел от писем следовало положить в кувшин и похоронить вместе с ней. А что великий поэт? Гёте выразил свою боль от отказа в стихотворении «Элегия Марианских лазней» и больше не приезжал в Чехию, хотя планировал это на 1824 год. Если вы захотите приобрести изделия с чешскими гранатами, то выбирайте из тех, что произведены на заводе «Гранат» в городе Турнов. Дело в том, что только это предприятие в Чехии имеет лицензию на добычу и обработку гранатов. Все изделия имеют сертификат подлинности камней, и вы будете уверены, что приобрели оригинальное украшение, а не подделку. Чешские гранаты можно не только рассмотреть в музее, но и собрать самостоятельно прямо перед ним в привезенном гранатовом песке. Спасибо за просмотр! Если вы досмотрели это видео до конца, ставьте лайки, носите ваши украшения с удовольствием, и до новых встреч! Всем пока!